Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Коргием. Приветствую всех, мои хорошие. У нас, значит, много разных новостей, но начать я хочу все-таки с новостей мирового масштаба. Даже, я бы сказала, с фейков мирового масштаба, вероятно, надо разобраться. О смерти Чарльза Третьего, Карла Третьего. Короля Великобритании. Значит, информация такая. Днем, в понедельник, 18 марта, по соцсетям и некоторым СМИ прокатилось трагическое известие, что король Чарльз Третий вдруг скончался. Даже был скриншот с сайта Букингемского дворца, где сообщалось о смерти монарха. На самом сайте такой информации не было. И менее чем за полчаса стало понятно, что это новость фейк. Здоровье короля Чарльза в топ-новостях с тех пор, как появилась информация о его болезни, а впоследствии об операции на простате, проведенной в прошлом месяце в лондонской клинике. В комментариях дворца также было сообщено, что врачи заметили отдельную проблему, которая вызывает беспокойство. И в Букингемском дворце подтвердили, что 75-летний монарх болен раком. Вот исходя из этого, мои хорошие, все-таки так и вспоминается расклад, который сделан полтора года назад на Чарльза Третьего, о том, что он скрывает некую тайну, тайну ухода. Очень много карты смерти было, ухожу к другим берегам. Эта карта просто преследовала расклад. И я не могла все понять, что за такая тайна, что он скрывает, чего он ждет, почему его правление не будет долгим, и как будто бы закончится либо ранним уходом, либо ранним отречением, либо ранним уходом. Вот такие вот карты шли, вот весь расклад на короля Чарльза. Потом стало понятно, но я просто не знала его здоровья, ничего, как бы без него хватает, тут своих забот, да. Но стало известно потом действительно о заболевании, видимо, в такой степени, в котором Чарльзу не обещают выздоровление, да, а только максимально как бы протянуть его состояние, его жизнь. Ну, видимо, излечения, излечиться в данном случае, вот в его случае, видимо, невозможно, скорее всего. Но, знаете, с раком сейчас люди, у которых есть возможности лечиться, живут. И живут довольно долго. То есть для людей очень состоятельных это не такой уж и приговор зачастую, да, в большинстве все-таки случаев. А сейчас, видите, пошла информация о якобы его смерти. Ну, как бы тут же она была и опровергнута. Но мне хватило этого времени для того, чтобы вспомнить расклад, вернуться к нему, посмотреть. А он очень был любопытный, интересный. И вот сейчас, исходя из того, что прошло полтора года, всплывают вот такие интересные фейки. Ванга, остановись! Давайте посмотрим, что же на сегодня ждет короля Чарльза. Что там у него со здоровьем, умер, не умер, и к чему идет. Давайте посмотрим. Чарльз. Чарльз. Сейчас я глазки его открою, будем смотреть. Нет, это маленький. Чарльз. 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 Попробуем разобраться. Картинки. Сейчас откроем. Что вообще происходит? О, в Википедии давайте. О, в Википедии хорошие. Так, ну что, новую колоду давайте. Ну, исходя из того, что, видите, тайна какая-то о смерти, да, об уходе, исходя вот из новых данных, становится понятно, что, скорее всего, это некая тайна о его состоянии здоровья, да, которую он знал и скрывал, и не хотел бы, чтобы она стала открыта для общественности, ну, вероятно, да. Но сейчас-то, собственно говоря, уже все об этом знают, да. Чарльз. Ну, давайте. Давайте для начала, жив ли он вообще? Жив ли он? Чарльз. Жив ли он? Что стало? Чарльз. Что стало? Что стало? Четверка Пентаклей. Дорога. Мир. И, смотрите, очень интересно. Смотрите, у меня прям мороз пошел по коже, вы знаете, а похоже, что в скорости такие его дорога будет ждать в мир. Посмотрите, дорога в мир, ухожу к другим берегам. Судя по всему, скоро произойдет то, о чем мы с вами говорили полтора года назад. Либо его уход, либо какое-то отречение, либо смерть, либо отречение, ну, что-то такое. Посмотрите. Он уже держит в руках свой уход. Это скоро случится. Какие-то... В скорости узнаем новость об уходе. Возможно, даже и о смерти. Потому что, ну, в картах, понимаете, прямого указания на смерть как бы особо и нет. Это все... Ну, а вот в такой, да, в такой... В таком варианте я даже не знаю. Помните, вот эта карта, вот именно ухожу к другим берегам. Она просто, ну, вот преследовала нас весь расклад перед его коронацией. И вот, смотрите, вот она. То есть дело вот уже... Вот уже дело близится по четверке. Ну, будем наблюдать. Что-то будет. Либо он по болезни отречется от своих, ну, если такая практика, я не знаю, да, от трона. И передаст его, либо... Это действительно уход. Скорый. Скорый уход. Я думаю, к тому. Если он жив на сегодня. Если он жив, да, то... Вскоре мы узнаем о его уходе. Скоро узнаем. Чарльз. Что тебя ждет? Что тебя ждет, Чарльз? Что тебя ждет? Ну, что-то будет. Вот, смотрите. Будет какой-то праздник в его доме. Вот иерофант. И такое ощущение, что, видите, как передает передача... Возможно, кстати, королеве, не знаю, может ли он передать своей жене власть. Вот, смотрите, по страшному суду и опять уход. Слушайте, что-то будет. Будет какая-то история. Что-то в скорости откроется, мы узнаем. Какой-то смена власти. Переход какой-то. Либо его уход, либо от власти уход. Да, я иду там к другим берегам. Либо вообще уход, и он... Смена власти. И опять королева будет. Ну, вот... Что-то такое, мой хороший. Что-то будет. Однозначно. Что-то будет. Посмотрим, как отыграется. Ну, похоже, время Чарльза заканчивается. Время Чарльза заканчивается. Ну, то есть не факт, что это завтра. Но оно, видать, приближается период этот. Вот, смотрите. Я на него кидаю карты. Смотрите, карта за картой. Смотрите. Но его путь заканчивается. Все к тому. Король мечей. Кстати, король мечей у него и падал. Я еще думаю, что за король мечей в предсказательном видео, что его ждет. Но это, похоже, операции. Это были все-таки операции. Вот, возможно, будет опять какая-то неожиданная операция. Просто сейчас начинаешь больше понимать спустя время. Возможно, будет еще одна операция, которая уже была. Ну, что? В общем, смерть, как таковую, очень сложно предсказать точно, что это смерть. Потому что и башни, и десятки мечей – это еще не карты смерти. Это карты неприятности. Но когда мы видим мир и ухожу к другим берегам, в его ситуации очень маловероятно, что это поездки по миру, да, и кругосветные путешествия. Очень маловероятно, да. То это очень даже может быть. Готовлюсь что-то закончить и от чего-то отказаться и уйти. Как отыграется, будем наблюдать. Такие вот дела. Кстати, мои хорошие, что любопытно, как говорят карты. Знаете, карты всегда с тобой играют в такую игру. Знаете, есть детская игра. Ты слово не можешь сказать, ты его показываешь. Вот показываешь, да. Или какую-то фразу, событие ты показываешь. Так вот, карты с тобой играют в такую же игру. Они показывают картинками какие-то явления или события, а твоя задача – отгадать. Иногда это очень любопытно и поучительно. И вообще это развивает, конечно, не просто интуицию, логику, да, но еще и воображение. И вообще нас раскрывает горизонты у человека. Вот смотрите, мы с вами делали расклад для Украины, для военной ситуации в Украине на март месяц. И карты очень настойчиво говорили о том, что будет принято решение на уровне императора бить прямо по десятке мечей, нанести основательный сильный удар, который буквально должен что-то разрушить окончательно, поставить окончательно на чем-то точку, нанести такой удар по тузу кубков и солнцу. Как читается, ну напрямую, да, как бы вода, солнце? Почему-то понесло фантазии куда? Ну там где уже протаренная дорожка, да, ну вода, солнце, наверное Крым, мои хорошие. А ведь как интересно на самом деле отыгрались эти карты. Вы посмотрите, это же поразительно, карты всегда говорят правду. Другой вопрос, насколько мы обширно сможем видеть, сможем предполагать, снять вот эти шоры, которые нас ограничивают, да, и все-таки смотреть шире на те карты, которые нам падают. Смотрите, а ведь чем выпало вот этот глобальный сильный удар? Тузу кубков и солнце. Это же нефтеперерабатывающие вот эти заводы, мои хорошие. Тузу кубков изливается нефть, и она, солнце, превращается в энергию, в жидкость, которая энергию дает солнце. Это же нефть. Удивительно, ну вот правда, удивительно. Но, видите, некая зашоренность дает направленность, как все говорят, как вот оно туда идет, как то, что на слуху. Но, видите, есть еще ведь варианты. Действительно, смотрите, отыгралась ведь глобальными ударами именно по нефти. Сейчас конкретно там уже горят эти заводы, нефтеперерабатывающие каждый день. И, действительно, судя по всему, это какой-то государственный план. То есть не на уровне полковника, а именно на уровне императора. Очень серьезное такое продуманное действие, такое наступление буквально на нефтеперерабатывающую отрасль в России. Вот вам и туз кубков по солнцу. Точно же. Очень интересно, мои хорошие. Так и здесь, понимаете. Мы как бы даем самую версию какую, самую вероятную, исходя из сегодняшней явной ситуации. Но иногда нас карты очень сильно удивляют. Но если потом посмотреть, спустя время, то ты понимаешь, что ситуация этим картам совершенно соответствует. Но твоей фантазии, например, не хватило, чтобы именно более точно просмотреть, о чем же эти карты говорили. Вот вода и солнце. Что это? Крым это или нефть? Все-таки. Ну, интересно. Вообще очень интересно. Вообще поразительно. Поразительно просто. Как работает. Так, мои хорошие. В Приднестровье, в Приднестровье, в Приднестровье, значит, в дрон влетел вертолет. Смотрела я это видео. Очень интересно, забавно. Каким это интересно боком на какой-то неработающий вертолет, на металлолом, фиксировала видеокамера в момент этого попадания дрона. Кому был этот металлолом нужен, чтобы его прямо на видео снимать постоянно, да, и за ним следила бы эта камера какая-то. Если вертолет был неработающий. Ну, в общем, ситуация смешная, интересная. Но к чему это? К чему бы это? Попытка какого-то обострения, да, на Приднестровского вопроса. Или что это такое? Провокация. Что это вообще было? Вот этот взрыв вертолета в военной части в Приднестровье. Что это было? Взрыв. Я видела вот этот момент попадания. Там такой дрончик был, вот такой. Господи. И вообще неработающий вертолет не мог так сгореть от вот такого дрончика. Понимаете? Скорее всего, он стоял там, видимо, специально заряженный под этот взрыв или заправленный, чтобы он так хорошенько сгорел. Маловероятно. Там просто, ну, было бы повреждение, ладно. А так он начал прям гореть и все там сгорело. То есть, скорее всего, стоял заправленный или как-то, может, заряженный, чтобы полыхнуло, да, так явно. Какая-то ситуация странная. А что же там было на самом деле? Давайте посмотрим. Подрыв вертолета в Приднестровье. Подрыв вертолета в Приднестровье. Пять жезлов. Рыцарь жезлов. Умеренность. Это свои. Здесь мечей. Это свои. Это со своей. Это не со стороны Украины. Это со своей стороны. Где-то там внутри. Ну, что-то, что-то внутри. Свои же. Свои же, видите, поставили точку, нанесли удар. Свои. Кто держал в руках этот. Тот, кто держал вертолет в руках, тот его, собственно, как-то на их территории. Вот что я хочу сказать. Это на их территории. Ну, это какие-то попытки активных действий. Видите? Ну, это скорее вот внутренние активные действия, внутреннюю какую-то борьбу поднять, суматоху внутреннюю. Пять жезлов. Видите? Внутренние какие-то конфликты. Ну, скажем, создать обострение. Создать какое-то обострение. Ну, это внутренние дела. Либо они сами, что более вероятно. Что более вероятно. То есть, сам свою собственность и уничтожил. Я бы сказала больше про это. А для чего? А для чего? То же самое. Смотрите. Вот те же карты. С той же целью. Видите? Вот, пожалуйста, достаю, а карты те же самые. Надо же. А ведь их 78. Создать, ну, обострить ситуацию. Обострить ситуацию внутреннего конфликта. А еще получить какую-то поддержку, помощь. Они хотят чего-то получить, создав внутреннюю такую, видите, внутреннюю ситуацию конфликта. Хотят чего-то получить. Ну, я так понимаю, получить они, скорее всего, хотят от России. получить какие-то свои выгоды. Похоже на то. Пентакли, Пентакли. Причастна ли Украина? Нет, я не думаю. Вряд ли. В Украине этот несчастный какой-то там этот вертолет 300 лет не нужен. Мы лупим вон сейчас по нефтеперерабатывающим заводам. Зачем нам портить дроны на какой-то чей-то там металлолом ржавый, да? Ну, смотрите, причастна ли Украина к уничтожению вертолетов в Приднестровье? Причастна ли Украина? Да нет. Разочарование. Это, знаете, какая-то информация, как вам сказать, нет, не причастна, да? Нет, нет, вот оно нет, вот оно, нет, нет, не причастна. Но это какая-то информация, знаете, такой вот еще поток информации, как ИПСО, как информационные нападки, то есть, чтобы погнать информацию, понимаете, то есть, нужно вот разогнать информационные какие-то потоки, что-то такое. Ну, в общем, это не украинский вопрос, но Украину он как бы тоже цепанул, да, так, боком, в какой-то степени, то есть, нагоняют, вот, обостряют, опять жезлов, мои хорошие, внутри этого, значит, незаконного этого, да, формирования, бандформирования, непризнанного Приднестровья, это какое-то внутреннее накаливание ситуации, опять жезлов. И для чего? Чтобы что-то им дали, что-то им помогли, привлекают себе внимание, работают на, естественно, на сторону России, пытаются от них получить денег, потому что, видимо, сейчас Россия готова раздаваться всяким разным сторонам, которые их хоть как-то поддержат. Вот они пытаются показывать свою предрасположенность к России, чтобы что-то выгодать и получить. Вот так, понимаете? Такая какая-то ситуация. Будет ли, давайте спросим еще, будет ли развитие этой ситуации в Приднестровье, будет ли развитие военной какой-то военного обострения в Приднестровье? Развитие военного обострения в Приднестровье? Не думаю. Эта ситуация, смотрите, давняя по дьяволу, да, она уже как бы проигралась в прошлом по дьяволу и сейчас те, кто эту ситуацию создал, они как бы удовлетворены результатом, но люди, которые создали вообще это Приднестровскую безобразие, они удовлетворены результатом и будут приниматься какие-то решения скорости вот-вот по страшному суду. Эти решения, они больше, наверное, к еще большему объединению, большему союзу, но вероятно, это все-таки в данном случае это как бы Приднестровье стало ближе с Россией скорее, да, как бы мы делаем шаги типа к России, но, мои хорошие, вся эта история подвешенная, не будет Приднестровья с Россией, не будет, не будет. А что случится? Что случится с Приднестровьем, если они вас желают и серьезно начнут эту дорогу по подвешенному? А случится там война, случится там более сложная такая, видите, военная какая-то может быть операция, да, и закончится это десяткой мечей. Возможно, концом этого самого Приднестровья будет весьма неприятная ситуация, весьма неприятная ситуация. Возможно, и само Приднестровье закончится как таковое. Ну, закончится как таковое мир. И куда же оно, Приднестровье может ли вернуться к Молдове, от России. Ну, вот смотрите, к России сразу, видите, тупик движения, к Молдове тоже интересно, тройка мечей и влюбленные, но здесь интересно. Скорее к Молдове, ну, видите, как, каким-то ударом, то есть это будет болезненное возвращение, болезненное, болезненный их выбор через удар. А если говорить про Россию, то движение туда перекроют. Так что, если Приднестровье будет активно проявлять, значит, свое желание присоединения к России, то это закончится для них концом этого, значит, не пойми чего, да, вот это, значит, недостраны, этих бунтарей, там, кто они, ну, вот такое, я так понимаю, это, что-то вроде ДНРа, вот такая вот ситуация, которую Россия создала, поддерживают. Россия, этот ДНР, вот этот, в Приднестровье, 300 лет на сегодня как бы не надо. цель-то у них была другая, цель у них была другая, да, видите, как они Украину прям окружали, окружали вот этими серыми зонами, в Приднестровье, ДНР, ЛНР, да, сжимали со всех сторон вот этими конфликтными такими, да, участками, где Россия имела бы большое влияние, окружали нас со всех сторон вот этими. Ну что, может ли быть война в Приднестровье, вы знаете, что-то там может быть, там запросто могут начаться военные действия, которые Приднестровье как таковое закончат. И скорее мечевое силовое возвращение к Молдове, чем дорога к России. Мне кажется, вот так, оно ближе к тому, оно ближе к тому. Но на сегодня Молдова и Приднестровье играют в какую-то игру, они играют в игру как бы нам получить свой кусок пирога от России, понимаете, выпросить быть настолько лояльными, чтобы что-то получить. То есть, они сейчас максимально пытаются получить, ну, возможно, не только от России, из разных сторон, да, а вот кто меня лучше всех похвалит, понимаете, да, вот что-то такое. Они пытаются сейчас выгадать максимально просто. Ну, и, видимо, для России играют вот это обострение какого-то внутреннего конфликта, не знаю, что-то такое. Ну, в общем, мои хорошие, если Приднестровье заиграется по правилам России, то оно закончится. Вот оно просто закончится как таковое. И вся эта Шайка-Лейка прекратит свое существование. Это будет какая-то, ну, война. Королева мечей. Это будет какая-то война, возможно, не такая большая, но, тем не менее, какая-то война, которая закончится силовым присоединением, по сути, возвращением, силовым каким-то ударственным возвращением скорее к Молдове все-таки, а не к России. Потому что к России мы видим, дорога перекрыта. Ну, больше на то похоже. Ну, жизнь покажет, конечно. Жизнь покажет. Пока они просто зарабатывают таким образом. Это какая-то такая форма заработка. Что-то вроде того. Так, мои хорошие, что у нас еще любопытного и интересного происходит, да? Что у нас с вами происходит на Земле? Вы знаете, Земля-то оказалась такая маленькая на самом деле. когда-то мне казалось, что все, что происходит за границей, это где-то там и нас это вообще мало касается. Нет, мои хорошие. А сейчас Земля вот такая маленькая, вот такая. И тут, извините, кто-то чихнул, а волна пошла три раза вокруг всей Земли. надо же. Так, новость. А, новость. Интересные новости. Путин выступил, значит, впервые после выборов и назвал впервые Навального по фамилии и признался о том, что якобы ему предлагали обмен Навального и он был не против, а даже за, как он сказал, мне еще не успели договорить эту фразу, я уже согласился, что он типа хотел, был согласен и хотел на обмен Навального. Мои хорошие, когда он это все произносил, я смотрела видеозапись, я кидаю на Путина, опять, кидаю на Путина, кто передо мной и снова падают пажи, бесконечные пажи, 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 пажи. Я вам говорю, это никакой не Путин, вот хоть тресни, это не Путин. Кстати, интересно, я смотрю, уже епающие результаты, выборим на РФ, реакция Зеленского, США, Немечины, то есть, будет ли он признан легитимным, да? Кстати, мы с вами смотрели в раскладе, что было, будут страны признавшие и не признавшие, категорически, то есть, вот разделятся, ну вот посмотрим, скоро уже будут результаты, посмотрим, как отыграется, то есть, будут страны и не признавшие Путину, ну посмотрим. Так, Путин, ну давайте про Навального сначала, были ли у него на самом деле планы поменять Навального, могли быть Навальные, действительно обменен, да? Это было в прошлом, были планы, Ярофанту предлагали, большие, за вот этот обмен, большие, интересные, выгодные для него предложения по правосудию, ну возможно обмен на вот этих бандитов, там да, вот этого террориста, там как там его фамилия, Красиков или как, скорее всего действительно выгодную, какую-то выгодную партию обмена, но это было в прошлом, это была история, она правда была, она была в прошлом, и почему же его не поменяли-то? Это давняя история, она была уже давно, но, а почему же-то не поменяли, давайте еще раз посмотрим, все-таки, почему они не поменяли Навального, почему это не случилось, почему? Почему? Продолжение следует... Вот смотрите, потому что в собственной стране В собственном доме, в собственной стране, в собственном народу Какое-то правосудие, ну скажем так, это закон, кто принимает решение, да, какое-то правосудие Оно, посмотрите, закончилось по луне и по дьяволу Я бы сказала тайно, да То есть, скорее всего, поменялись люди, которые принимают решение Тот Путин, который был Путин, вероятно, он и хотел поменять Действительно, он мог, ему мог бы приходить, это такая идея в голову поменять Оно все к тому шло, вот все к тому шло Но правосудие поменялось по миру Ну, мягко говоря, ну он сдох, сдох этот Путин А тот новый, который человек, который стал на место, да, или группа людей Они, у них другие планы У них другие, поменялась власть Ушла, закончилась та власть, которая принимала такие решения Закончилась та власть Сейчас другие люди принимают решение Поэтому Поэтому и не сложилось Видите, как интересно Правосудие по миру Окончание какого-то, да, закона Чьего-то закона И по луне, и по дьяволу, заметьте Скрыто, тайно Вот опять я смотрю на него Говорю, ну кто он, ну кто этот человек Кто этот Смотрите, опять видите Четверка Ну нету его Ну нету его Нету И двойка опять Ну вы понимаете Ну нет, это не настоящий Нет Вот Нет Не настоящий Была одна история Принимались определенные решения Велась определенная политика С осени этого прошлого года Власть поменялась Поэтому все решения меняются Все договора меняются Все отношения Все Какие-то нюансы общения Все меняется Договоренность Все меняется Резко все начало меняться Ужесточаться В России Ужесточаться Когда-то мы говорили Если уйдет Путин Не факт, что придет Что-то лучше или легче Наоборот Будет ужесточение Вот так оно и случилось Происходит ужесточение После его смерти Это как после Сталина Берии Берия пришел Вот сейчас вот этот Какая-то власть Сейчас Россия Так как Берия Понимаете Повторение истории Ужесточение Но я думаю Что это не будет Долго все равно Если уж история повторяется То она должна Повториться Вот смотрите Только говорю Это не будет долго И вот смотрите Кто-то сидит на троне Крепко И это по десятке мечей Резко закончится Так что Брехня Выбрали не пойми кого Вот сейчас в России Выбрали А давайте так Сформулируем вопрос А давайте Мои хорошие А кого на самом деле Выбрали Якобы выбрали В России Слушайте Интересный вопрос А давайте Россия А кого же Россия Выбрала В очередной раз Президентом Кого А давайте Слушайте Интересный расклад А кого же Россия выбрала президентом? Кого Россия выбрала президентом? Кто? Кто нынешний президент России? Кого россияне выбрали президентом? Кого? Рыцарь. Снова рыцарь. Опять жезла. Опять нет. Смотрите, не хочу. Вы видите? Страх. Кого они выбрали? Подвешенного. Мои хорошие. Кого они выбрали? Того, кого уже нет. Посмотрите, труп они выбрали. Труп. Понимаете? Сплошную только информацию. Только какую-то... Как это-то сказать-то? Вы понимаете? Вот что это такое? Труп. Подвешенный. Посмотрите. Какая-то жертва перепуганная, которая не хочет на самом деле ничего. Это... Когда мои карты врали? Даже если я могу прочитать где-то рядом. Но карты не врут никогда. Смотрите. Дьявол. Ограничения. Два туза. Какие дела? Я вам говорю. Россияне выбирали какую-то фикцию. Фикцию. Это нелегитимные выборы. Это большая фикция. Вся страна голосовала за труп. За труп. За подвешенного. По дьяволу. За человека, которого нет. Президентом всей страны, звездой такой, стал мертвец. Это какой-то зомби-апокалипсис, я бы сказала. Просто зомби-апокалипсис. Россияне, смотрите. Вас скоро начнут кусать. И вы будете все превращаться в таких же зомби-мертвецов. Царство мертвых. Охренеть просто. Вот кто бы сомневался. Понимаете, что ждет Россию после этих выборов. Снова война. Царствие дьявола. Процветание. Рождение нового дьявола. Тут даже не знаю, какую закрывать. Господи, непонятно, какую карту закрыть. Видите, война, дьявол. И процветание. Войны и дьявола. Кстати, последняя в колоде опять подвешена. Ну почему они наши соседи? Ну почему они наши соседи? Ну почему они не где-нибудь в какой-нибудь там Южной Африке где-нибудь? За что нам такое испытание? За что? Пять кубков. Вот за что? За что Украине, давайте спросим, за что Украине вот такое испытание? В веках, в веках мы боремся за нашу свободу от этих... Почему? За что Украине эти испытания иметь такого соседа? За что? А, манипуляции из прошлого, новой дороги, разрушение, выбор. Вот интересно. Вот понимаете, какой вопрос, такой ответ. Ну понятно, что это давняя история из прошлого тянется, да, манипуляции из прошлого. Смотрите, в новых дорогах, как будто бы страна всегда стояла перед каким-то выбором, перед каким-то выбором, разрушение. И вот смотрите как. Император, страшный суд, четверка, пентакли. Слушайте, это что-то такое, знаете, это когда ты продаешь, это, вероятно, знаете, вот за что, да, за что? Какая-то жадность. Знаете, как сейчас звучит коррупция, коррупционеры. Так вот, похоже, что такая же хрень была всегда и раньше. И именно из-за этих коррупционеров во власти, людей, которые меняли свободу на деньги, понимаете, вот, деньги держи... Важно было деньги иметь, продавалась Украина, продавалась она императору, продавалась она России. И наши, видимо, исторические деятели, которые возглавляли Украину, к сожалению, зачастую продавали Украину за свои пентакли прямым текстом. Похоже, что вот эта вот коррупция, это то, что в Украине было всегда и то, что губила Украину, губила. То, что продавали, продавали свободу Украины, продавали. Больше к этому все-таки. Когда такие старшие арканы? А почему? Ну, почему? Колесо фортуны. Вот, понимаете, это вот карма такая страны. Такая карма страны. Покуда вы будете продавать свою свободу, вы будете разрушаться по башне. Вот тебе и почему. По кочану. Жадность. Жадность, коррупция. Для Украины это просто наказание какое-то. Наказание. И Украина никак не может пройти это испытание. Испытание продажными властителями, продажными императорами. Это испытание Украины. Это вот, ну, кармическое какое-то. Так, мои хорошие. Есть о чем подумать. Люблю, целую. Пишите ваши вопросы. Что вас на сегодня интересует? Я на несколько дней выпала из новостной ленты. Даже не знаю, что бы вам такое еще рассказать интересно. Поэтому пишите ваши вопросы. Будем смотреть. Напоминаю, что города я не смотрю в основе своей. Ну, только если очень-очень как-то я там была. Вот, поэтому давайте не касаясь городов, смотрим взагаля. Вот. И еще. Кто не видел наш Блиц, вот буквально на днях, которые мы делали с вами. Супер Блиц. Там было очень много ответов на разные вопросы. Старайтесь не повторяться. Просто присмотрите этот Супер Блиц, который был там 3-4 дня назад. Там много интересного. И про ГЭС, и про СУМы. То есть не стоит повторять вопросы. Это мы уже все обсудили. Вот. Но, я думаю, найдется много интересных тем для обсуждения. Люблю, целую, мои хорошие. Люблю, целую. Обязательно увидимся. Спасибо. 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 Спасибо.